Многие участники Великой Отечественной войны уже по состоянию здоровья не могут присутствовать на торжественных приемах, но и они не остаются без внимания. В преддверии Дня Победы участников Великой Отечественной войны поздравляют на дому. Представители районной и городской администрации побывали в гостях у 42 ветеранов. Солдатам Победы со словами благодарности вручили памятные подарки. Вы своим подвигом дали нам право жить в свободном государстве, в свободной стране, процветающем. У вас великая заслуга. Хотелось бы пожелать вам здоровья, тепла, уюта в вашей семье, мира, любви и держитесь. Вы выдержали такую великую победу. Уют и тепло есть, за здоровье. Ну и за здоровье держитесь стойко, как вы в годы войны стойко стояли. Разрешите от имени и по поручению Романа Ивановича Синеговского, главы района, Ивана Васильевича Чернявского, всех депутатов города и района от души вас поздравить, вручить вам небольшие подарки. Ветеран Иван Георгиевич Скиданов был призван на фронт в 1942 году. Участвовал в освобождении Украины, Кубани и нашего Славянского района. Награжден медалью «За отвагу». Страшные годы Великой Отечественной войны пришлось пережить и другой нашей землячке Софии Казаровне-Хачатуровой. День Победы для нее стал самым ярким и долгожданным событием в жизни. Первый раз услышался День Победы. Я пошла на занятие свое, где работала. Зашла, а там объявляют. Я выскочила, говорю, девочки, девочки, война кончилась. Они, что ты брешешь? Я говорю, правда кончилась война. А я говорю, что начальника, говорю, кончилась война, а его красный нет в кабинете. А я говорю, что ты орешь на общее житие? Я говорю, война кончилась, война кончилась, победа наша. Участницы Великой Отечественной войны вручили памятные подарки и пожелали долгих лет жизни. Не надо побеждать, не сдаваться.